друзья всем привет сегодня мы с алексеем соловьевым вновь работаем у нас некий субботник находимся в коттеджном поселке рублева парк занимаемся санитарной обрезкой кустарников а также формируем из кустовой эрги зонтики что будет получаться покажу лёша поздоровайся пожалуйста я тут я тут всем привет 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 итак у нас есть прекрасный кустик эрги который уже от природы или от питомника прекрасно сформирован внутри практически ничего не пересекается равномерная крона и уже издалека прослеживается то что очень многие любят зонт я хочу зонтик или шарик да то есть прекрасно очищенными снизу веточками сформированными вот из таких кустов в том числе в европейских питомниках формируют зонты и прочие красивые штуки обрезка как любого кустарника лиственного подразумевает то что нам надо все что внутри мешается идет в нахлёст в перехлёст и друг друга затеняет перетирает это мы все убираем только без фанатизма потому что сегодня мы из нее сформируем зонтик с учетом того что посадка свежая очень жесткую обрезку делать ей нельзя но например вот эта веточка у нее будущее какое вот эти вот точки проснуться пойдут ветки 1 пойдет сюда другая пойдет сюда это пойдет сюда вот куда-то в будущем они примерно вот так вот обнимутся вот так вот загущение кроны вот так вот будут друг друга перетирать в итоге естественным образом дерево так как ветки находятся в темноте он будет их сам заставлять засыхать потому что они в темноте то есть я убираю те которые в будущем могут сильно друг другом перетираться также я убираю веточки которые уже мацухи вот это вот уже веточку то она даже не резала на просто отломилась вот их видно о них нету живых почек то есть вот живые почки на это у нас ничего нет она уже сухая вот поэтому это уже та самая санитарная очистка лишь просто убираю сухие ветки какие-то сломались какие-то сухие их убираю то есть это у нас первая любая стрижка начинается с обычной санитарной обрезки вот опять же это ирга уже сформирована у нее голые ноги что это у нас дает будущем для что шарика что конуса это и ту и касается и сосны и елочки когда у нас нижняя ножка глина у нас гораздо выразительнее играет объем уже сформированные кроны и когда вот это вот все в такой в зеленой массе сочной а тут голые ноги ощущение как раз вот этого парящего зонтика облака и получается да опять же если мы срежем слишком много можем добиться эффекта что она у нас перестанет цвести потому что цветут у нее почки на цветочные заложившиеся в прошлом году все таки поэтому увлекаться совсем с обрезка не стоит скажи пожалуйста что ты вкладываешь в понятие именно санитарной обрезки санитарной стрижки и почему она необходима каждый год находящиеся в тени ветки не получающие солнце у дерева ежегодно отсыхают для многих клиентов и для перфекционистов садовников вот эти вот сухие веточки они вот им прям вот как вот бревно в глазу вот они его видят есть энергия шикарный густой кроны этого не так заметно то на какой-нибудь туи можжевельники елочки сосне все сухие веточки они очень бросается в глаза выбиваясь из сочной насыщенной зелени в случае с плодовыми кустами и деревьями аккуратно сформированные кроны у которой основные побеги в том числе вот однолетний прирост и образуется по внешнему период периметру такие деревья они проветриваются там не застаивается воздух там не хотят находиться насекомые которые любят когда темно сыра и не дует такие деревья меньше болеют опять же во время обработки если такая необходимость возникает крона в которой есть свободный доступ вот к любому участку дерева и и гораздо легче обслуживать в будущем и гораздо проще даже опрыскивать то есть нам не надо долго стоять перед деревом просто можно струю опрыскивать или направить вовнутрь кроны она там все равномерно намокнет и до обрезка необходимо каждый год потому что ветки образуются всегда и хотя бы раз в году делать такую обрезку и меду санитарную формирующие это совершенно другая тема ирга например основная стрижку нее примерно 1 она в зависимости от регионов приходится на конец мая начало июня основную такую закончили санитарку что-то в процессе еще увижу отрежу у нас свободная крона и можно именно приступать уже к творческому такому процессу примерно визуально прочерчиваем все прям в глазах линию зонта она уже прослеживается поэтому я отрезал сейчас самую верхнюю ветку тут и отрезаю вот самый верхнюю веточку тут то есть для того чтобы получить зонтик из оргии очень красивый нужно изначально можно изначально купить просто кустовую иргу с такой хороший потенциально архитектоникой ветвей и сформировать из нее зонт и это будет в разы дешевле главное оставлять живые почки потому что если я сейчас вот срежу все у нас останутся такие обрубки для дерева будет колоссальный стресс вместо того чтобы цвести показывает нам густую крону из листьев он будет пытаться пробудить и пробудит спящие почки затратить на это колоссальное количество своих ресурсов а ему еще восстанавливать корневую систему после посадки друзья мне не очень хорошие новости пока проводили санитарную обрезку с алексеем обнаружили что меня одна эрга проснулась причем вышла она из спячки в феврале а это купительно для нашей полосы для наших растений потому что ночные заморозки никто не отменял это не гарантийный случай будем сейчас конечно пытаться как-то спасать ее сейчас покажу как выглядит эрга феврале нормально и как выглядит эрга у которой случился фальстарт и так вот друзья посмотрите вот так вот должна выглядеть февраля эрга у которой все в порядке которая находится еще в своем правильном состоянии она готовится к весне а вот так выглядит эрга которая в феврале решила что они уже случилось весна она тронулась в рост где вот покажи мне вот у нее пошли молодые приросты и они все побились морозами вот здесь вот уже вижу февраль месяц растение решила выйти из зимней спячки и к сожалению такое поведение губительно для этого куста лёш что ты сейчас делаешь обрезая все погибшие веточки которые уже засохли которые уже никогда не живут поэтому нас сейчас останется такая не очень симпатичная картина наверняка сейчас будет много вопросов и много мнений что вот если полить и пином или цирконом то сейчас это можно спасти дерево что скажет на это тут уже видно живых почек нет ветки ломаются как труха они просто ломаются они высохшие уже все погибшие поэтому мертвую древесину мы никакими стимуляторами сожалению спасти не можем поэтому сейчас мы вырезаем все что засохла замерзла будем надеяться что летом из оставшегося одного-двух стволов получится сформировать новую крону а сейчас мы это дело просто вырезаем все что засох если кто-то например предположим то что если под корень пролить это растение каким-нибудь чудодейственным раствором аппарата поможет ли она простимулирует конечно оставшуюся корневую систему единственное что этим мы добьемся это пойдет вот поросль снизу ну вот подземные какие-то почки проснуться и они пойдут а так вот это вот все что сверху она уже все она уже засохла сейчас вот основное прекрасное средство это вот ножовка если будет принято решение оставлять эту иргу здесь не выкапывать то ближайшие один-два сезона мы будем не давать развиваться так как вот она в природе сама будет расти только ты не ты исключаешь на ближайшие два года обрезку для этого дерева но на ближайший сезон больше с ней ничего делать кроме как корни стимуляторы стимуляторы роста по листве и обрезки необходимые точнее подкормки до больше мы ничего сделать не не будем опять же какие-то отдельные веточки кстати вот тут яркий пример а перетирающихся пересекающихся ветвях которые в будущем будут будут друг другу мешать вот тут уже видно как одна натирает ветка другую вот они вот уже сами перетирается поэтому тут тот самый момент когда надо выбирать какую ветку мы оставляем если убираем эту у нас сразу провал по кроне тут а вот если убираем вот эту этого визуально внешне будет незаметно поэтому в данном случае я уберу вот эту ветку сначала спилю небольшой кусочек чтобы не было надрыва такого срыва коры а уже потом от пилю осторожно стараясь выбрать такой прямой угол аккуратный такой спил сделать можно его чуть-чуть поближе сделать к стволу доработать стараюсь сделать доработать срез ранее спилены уже от пилили веточку и вон как можно аккуратнее был без задиров коры чтобы была площадь раны как можно меньше а как можно площадь меньше будет только у круга овальные спилы нам не нужны средств этот мы замазывать ничем не будем в будущем только обработаю его медь содержащим препаратом чтобы если вдруг что-то захочет попасть в открытую рану мы этого дело не допустим вот а 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 ох а а а а и а